Всем здравствуйте! Меня зовут Южаку Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Первый вопрос я не помню кто мне задавал, но звучит он следующим образом. Попросили меня рассказать о стерильности на курсе, почему она происходит и есть ли реальная стерильность на курсе. К примеру, если мы возьмем такой препарат как тестостерон, цепионат, это анантат или любой другой эфир, то в инструкции будет написано, что данный препарат должен давать 99% стерильность на курсе. Это связано с тем, что когда мы вводим экзогенный тестостерон, полностью подавляется синтез ЛГ, ФСГ в нашем организме. А собственно ФСГ отвечает за сперматогенез. Так как он понижается, теоретически у нас должна быть полная стерильность на курсе. На практике все происходит наоборот, бывает очень много случаев, когда девушка может забеременеть, когда мужчина находится на курсе. Связано это с тем, что собственно и сам тестостерон может влиять на сперматогенез. Не только ФСГ ЛГ стимулирует сперматогенез, но и собственно сам тестостерон. И если у человека тестостерон находится в норме, сам сперматогенез может происходить. А к примеру, такие препараты, которые повышают провактин, такие как Дека или Тренбаллон, собственно они могут давать больше шанс стерильности. Связано это с тем, что они очень сильно повышают провактин, а провактин плохо влияет на сперматогенез. Получается, что у тех людей, у которых повышен провактин, у них может быть больше шанс стерильности. Если же говорить о стерильности после длинных курсов, такое имеет место быть. Очень длительный прием анаболических стероидов очень сильно угнетает дугу, а также уменьшается большое количество тестикул. Тестикул становится очень мало, тем самым сперматогенез происходит не очень хорошо. Падает активность сперматозоидов и собственно общее количество сперматозоидов также очень сильно уменьшается. Поэтому те люди, которые сидят на очень длительных курсах, у них очень сильно возрастает шанс стерильности. Также очень большой шанс стерильности именно после длительных курсов, когда своего тестостерона нету, когда нет экзогенного тестостерона и когда ЛГФСГ практически по нулям. Избежать стерильности довольно просто. Используются два препарата. Это хоринистский гиантропин человека и менопаузный гиантропин. Хоринистский гиантропин обладает свойствами ЛГФСГ, но все-таки в большей степени он обладает свойствами ЛГ и способен стимулировать выработку тестостерона и частично поддерживать тестикулы, чтобы они не атрофировались. А вот менопаузный гиантропин, он все-таки обладает большими свойствами фолликостимулирующего гормона. Поэтому, когда человек колет менопаузный гиантропин, у него идет лучше рост тестикул. Тестикул становится больше, они становятся более активные. Поэтому классически рекомендуется использовать гиантропин внутри курса для того, чтобы поддерживать выработку собственного тестостерона. Также рекомендуется и после курса для более быстрого восстановления уровня собственного тестостерона. Менопаузный гиантропин, он не настолько популярен, потому что его используют только после очень длительных курсов, когда количество тестикул уже очень сильно уменьшилось. Обычно менопаузный гонотропин используют, когда курсы там идут по полгода, по году, либо когда люди сидели на гормонозаместительной терапии очень длительное время, после чего люди решают слезть с гормонозаместительной терапии и вести нормальный образ жизни без того, чтобы колоть экзогенный тестостерон. В таком случае колоть менопаузный гонотропин. Так же данные 2 гонотропина используются, когда человек не может зачать ребенка по причине что у него маленькая активность сперматозоида, либо самих сперматозоида очень мало. В таком случае смотрят на активность сперматозоидов на их количество и используют данные 2 гонотропина для того, чтобы человек мог зачать ребенка. Второй вопрос от Алексея Дворецкого. Как повысить свой тестостерон? Мне очень часто задают этот вопрос и я хочу сказать, что многие натуралы очень сильно беспокоятся по уровню своего тестостерона. Но не следует делать из тестостерона краугольный камень вообще мышечного роста, либо спортивных результатов. Если у человека собственный тестостерон относительно в норме, он там в средней границе, то не имеет смысла стараться какими-либо способами поднять собственный уровень тестостерона. Также многие рекомендуют использовать там тяжелые базовые упражнения для того, чтобы поднять уровень собственного тестостерона. По сути это работает немного другим образом, сейчас я вам расскажу как. Когда человек выполняет любую двигательную активность тестостерон попадает в мышечные клетки. Дальше в клетках он уже выполняет собственно свои функции, стимулируя мышечный рост. Так вот, наша цель в том, чтобы тот тестостерон, который у нас есть в крови, загнать его в мышечные клетки. Если мы возьмем два человека и у одного будет очень высокий уровень тестостерона, а у второго очень низкий. Но тот человек у которого низкий уровень тестостерона будет выполнять силовые тренировки и из-за них тестостерон будет попадать в клетки, он будет намного лучше прогрессировать, чем тот человек, у которого просто высокий уровень тестостерона и при этом он не выполняет никаких силовых тренировок. И что получается, когда мы выполняем тяжелые многосуставные упражнение. У нас включается большое количество мышечных групп, большое количество двигательных единиц и большое количество тестостерона попадает в мышечные клетки. Тем самым данный тестостерон попадает с крови в клетки и уровень тестостерона в крови немножко понижается. Наш организм видит, что данный уровень тестостерона понизился и повышает его. Поэтому нам необходимо использовать наш тестостерон, который находится в крови, выполняя определенные упражнения как многосуставные, так и односуставные для того, чтобы данный тестостерон мог попасть в клетки. Беспокоиться очень сильно о том 18 нмоль на литр или 22 нмоль на литр уровень тестостерона у нас в крови. Сильно об этом беспокоиться не надо. Надо беспокоиться о том, как бы нам доставить данный тестостерон в клетки и как этот тестостерон сможет запустить у нас мышечный рост. Ну, естественно, когда у нас уровень тестостерона выше, это, с одной стороны, хорошо, так как больше тестостерона попадет в клетки, но, с другой стороны, многие люди не понимают, как правильно тренироваться для того, чтобы этот тестостерон попал в клетки. И в первую очередь, все-таки, я рекомендую сконцентрироваться на том, чтобы грамотно построить тренировочный процесс. И я вас уверяю, что даже на относительно невысоком уровне тестостерона можно достаточно хорошо прогрессировать, если вы правильно тренируетесь. Следующий вопрос от BodyMP. Имеет ли смысл пить аспаркам во время того, когда мы сгоняем воду? Этот вопрос у меня был под видео о том, как скинуть вес перед соревнованиями. Собственно, сейчас я еще раз объясню, как сгоняется вода. Получается следующая ситуация, что мы пьем большое количество воды на протяжении нескольких дней. И после чего у нас вымывается, так сказать, определенное количество различных макроэлементов, которые задерживают воду у нас в организме. В том числе это и калий и магний, которые находятся в аспаркаме. После чего уровень данных макроэлементов снижается, и вместе с ними выходит большое количество воды. За счет этого мы можем скинуть от 2 до 5 кг веса, именно за счет снижения количества воды в организме. Если в это время мы будем пить аспаркам, калий и магний, в таком случае мы не сможем вывести эту воду с организма. Калий и магний необходимо пить именно после того, как мы уже взвесились, после того, как мы скинули вес. И нам надо этот вес вернуть за счет снова задержки воды в организме. Поэтому мы добавляем аспаркам, и у нас он задерживает воду в организме, повышается количество воды. И за счет этого мы сможем вернуть тот вес, который мы потеряли. И с помощью данных манипуляций у нас есть шанс существенно снизить вес перед соревнованиями, залезть в весовую категорию, или просто выиграть у соперника за счет того, что у нас меньше вес, чем у него. Но при этом мы не потеряем ни в силе, ни в выносливости, ни в других физических качествах. Поэтому данная манипуляция довольно эффективна. Также, если уже зашла речь про это, очень эффективна еще манипуляция с количеством гликогена в организме, так как гликоген также задерживает воду. Есть смысл за 2-3-4 дня до соревнований урезать количество углеводов. Тем самым гликоген, который у нас есть в мышцах и в печени, он разрушится до клюкозы, используется в качестве энергии. И на взвешивание мы придем, так сказать, пустыми, без гликогена. И за счет того, что примерно 1 грамм гликогена задерживает 4 мл воды, а у нас в организме примерно 400 грамм гликогена, мы можем вместе с ним вывести 1,6 л воды и 400 грамм гликогена. Суммарно мы можем скинуть 2 кг веса, только за счет того, что мы убрали гликоген. После чего мы снова загружаемся углеводами. Лучше всего загрузку делать именно быстрыми углеводами. Тем самым мы восполняем уровень воды и уровень гликогена буквально за сутки. Тем самым мы возвращаем примерно 2 кг веса. Плюс манипуляции с водой и с макроэлементами мы можем еще 3-4 кг вернуть. И получается, что мы можем в районе 3-4-5-6 кг скинуть, собственно, перед соревнованиями, взвеситься, а потом этот вес буквально за сутки вернуть и довольно хорошо выступить на соревнованиях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Я буду стараться делать выпуски немножко короче, но чаще. Если такой формат вам понравится, он будет таким же. Если я буду видеть, что количество просмотров вопроса уменьшается, я вернусь к прошлому формату, где были видео примерно по 20-30 минут. Всем спасибо за просмотр. До свидания.